утро париж да то о чем я говорил по всей европе такой как бы момент париж не исключение бомжи везде им разрешают спать и так понимаю чуть ли не где угодно а мы идем завтракать чем мы будем завтракать брешь это в париж не парижи круассанами брешь этого в италии кушать до завтраку короче кофейня мы в ней вчера уже были очень классные там такие изделия а дальше мы пойдем стена любви туристическая точка новая да что ли монмарт кладбище монмартр где много похоронено известных личностей девушкины велосипедах в юбках нормально очень много на велосипедах ездил и велосипедные дорожки повсюду божественная штука с яблоками с орешками мне кажется с кремом не знаю одна осталась я хотел две самое утро у них не все есть они готовят на завтраке определенные типы выпечки так или мы рано пришли кофе вкусно название заведения где мы живем площадь какая площадь фигаль на перекрестке кафешка находится и легко заметить душа дом здесь кафешка который попала в фильм про мили мы мимо нее проходили даже не на но очень вкусная штука такая сочная сочная сладкая много яблок а это что такое дат какой-то с чем яблок погода сегодня неплохая не очень холодно дождя вроде бы нет пока мы оказывается поселились в таком в очень но удачном месте молин руж рядом пять минут от нас еще чуть поднялись сзади храм какой-то мы видим собор и вот недалеко мы уже видим толпу туристов отходящую от довольно таки новой локации которая называется стена любви мы сейчас я вам покажем нравится париж тем что на каждом шагу есть пекарни выпечки где попить кофе погреться то есть даже если вы приехали не в хорошую погоду если провести время нельзя собаками вот такой вход в общем то суть какова здесь на каждом языке мира написано я тебя люблю на будем искать свое жена так кто первый нашел а я только там я кахаю я кахаю тебя это белорусский это белорусский я так думаю если я ошибаюсь исправляйте меня так ну блин ищите я пока не могу на тебя я тебя люблю вот русский еще украинский осталось найти тесакам и украинский я тебя кахаю три основных для нас мы нашли а теперь селфи понеслась все это так это тебе любовь так выражает вот так по-французски уже как-то да и круассан во рту еще должен быть возле этой же стены такой маленький уютненький скверик есть лавочки их довольно таки немного но как минимум есть где посидеть отдохнуть если это будет не наплыв туристов сейчас в районе сколько полдесятого утра вот вообще почти никого нет пару людей то есть вот мы пара еще одна пара была фотографировалась мы сейчас двигаемся в сторону марман мартра блин так сложно что сложно говорить сложно адаптироваться под языки если быстренько между сторонами переезжаешь и в принципе говор другой язык другой язык наш именно язык который во рту прям не может быстро перестроиться нужно наверно какое-то время попытаться поговорить чтобы это все мозг понял привык как-то вот так мон мартер отсюда от нас еще минут 10-15 прогуляемся и все на что ж такое вот поэтому нужно кушать здесь сладкое мы уже поднялись на почти самую высокую точку парижа и здесь просто шикарный вид на город а живем и буквально вот пару домов вниз живем одну ночь переночевали уехали все красиво и вот собственный собор построил какой-то архитектор в римска каком-то стиле но это все кому это интересно я не знаю собор парижского нователева 2 это лувр наверно что ли куда-то на башне где-то вон там сейчас мы будем еще прогуляем сейчас мы поднимемся выше и кстати два всадника а я знаю что один из всадников это же анатарк все что я смог запомнить а второй всадник мужского пола какой-то маркиз де карабас короче мы пойдем еще дальше гулять потом мы еще поднимемся туда мы сейчас хотим посмотреть на париж с высоты увидеть хотя бы эйфриеву башню очень большой город а оля хорошо заметила уже много туристов автобусы уже привезли пораньше чтобы якобы меньше здесь было людей как говорят что не вы один такой умный и думаете что с утра никого не будет башню то не видим странно там какая-то огромная телевизионная вышка очень далеко крупная ну просто эйфелева башня где-то в другой стороне вот и все да выше пойдем гулять пошли да и и внутрь собора можно зайти бесплатно мы там приобрели памятную монетку она там есть пяти видов наверное разные можно за 2 евро поставить свечу и там как бы все на доверии просто нас и приближать свечи ты можешь взять поджечь и поставить ну и кинуть 2 евро если ты считаешь это необходимо понравилось обычные католические примечательного необычного нет кто уже хоть раз видел те же принципе они все похожи между собой чего-то такого прям ух нет поэтому добавить что то сложно да храм как храм верующим людям может быть там намного больше понравится мы как сказать не очень верующие поэтому а некоторые вообще не верующие двигаемся дальше до что забыл сказать были указатели до кассы там как я понимаю за денежку можно подняться наверх куда-то 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 наверно или туда или туда там вид будет еще лучше будем идти искать кладбище монмартра вставляя свою физиономию ниже ниже засунь сильнее а вот так если вы глядя на собор пойдете влево здесь очень много вот таких милых улочек узких прикольных каких-то колоритных каждое по своему кафе оформлено знаете сувенирные лавки здесь должны быть еще художники которые могут зарисовать ваш портрет карикатуру еще что-то но мы рано наверно приперлись классно много кафе ну такие себе мы магните купили за 2 евро но я думаю что дешевле можно покупать двигаемся в сторону кладбище монмартра а вот кстати эйфелева башня почему мы не видели потому что она правее было видно а вон как раз позади собор здесь еще где-то выставка дали есть экспозиция где-то она здесь то есть между собором и тем местом где мы находимся сейчас написано что самый классный класс самый классный музей вот именно вот сальвадор сальвадора дали самый крутой музей но мы были в фигересе круче круче чем там не может быть это огромнейшее здание много этажей но не может быть просто я уверен там все такое он там жил и творил да типа того там я так думаю что над своей галлы это страшилище убегал короче поэтому здесь музей открыл поняли короче страшно такая была женщина не особо симпатия такая нос такой у него поэтому он короче сбегал от нее во все страны и творил так сказать свои какашечные шедевры вот кстати у на улочках часто встречаем вот какие-то такие приколы все-таки интересно я не знаю что они означают к чему это все вот что это такое тоже какие-то такие искусства какой-то по-любому творец тут живет блин и чудит блин ходит по ночам клеит фигню всякую прикольно выглядит все как бы да вот идешь-идешь вон какая-то фигня это искусство два метра отошли вот про искусство собственно да это какой-то французский актер да он это сделал он создал эту статую другого друг его да друг его типа снял фильм и вот он решил своему другу подарить такую композицию он вообще просто грудь одна там обезьянка это что задница что ли только похож и кстати замечаю на уголках там где написано название улице восьмибитные какие-то персонажи я вот где-то когда-то смотрел какой-то передачи я забыл уже что это означает и вот на фоне большая прямо видно такая мозаика фигни какой-то типа из пакмена да вот эта фигня которая тебя съедала вот на это похоже и я сегодня уже штук пять виден все думают что я снимаю туда и машут в камеру там что-то чудят всегда прохожие или туристы какие-то веселые они не понимают что я себя снимаю то есть камера маленькая не все понимает куда вообще снимают десерты десерта выпечки на каждом шагу и такая кажется на первый взгляд что она одинаковая похоже но не все разные уникальные по-своему все пекут по-своему все оформляют десерты были на какой-то до улочки такой насыщенный вообще туда нужно блин в кафешке просто они нас заворожили они нас завоевали вот количество фастфудов по дороге ну кафешек назнать это фастфуд просто повышают рейтинг для нас сразу же до небес потому что мы любители покушать не для кого если кредок блин ну кто не любит вкусно покушать попробовать что-то вкусное новое вот почищен ананас пожалуйста уже сразу а сколько стоит а ну спроси почем почищенный кстати хороший ананас белый желтый сколько 4 евро 4 евро почищенный ананас ну блин прям если уж сильно приспичило например какой-то беременной девушки знаете вот клемманулой в два ночи хотя бы ночью не будет работать хочет ананас уже есть вариант чистить ананас блин неудобно на улице рекомендую чищенный покупать и я по запаху сориентировался что за углом море продукты гребешки и устрицы почему-то 25 25 евро блин у нас в гривнах такая цена начинается она устрица красота свои сколько тут крутая рыбная лавка первый раз кстати в париже видим 7 евро 100 грамм гребешки ага все пока привет и чищная рыба классно конечно не 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 сырые едят крутая лавка вот именно крутая ну ну цены в евро кусаются понятно но если не переводить свою валюту то психика будет не травмирована принципе для местных я думать нормальные оля решила на дегустацию взять супики ролл с курицей с полуфабрикатом с каким-то с рыбой луковый суп в таком стаканчике эконом вариант да такой что ли интересно что здесь ну не такой как мы ели мы ели первый раз на такой темнее был луковый суп пахнет свареным луком как еще можно охарактеризовать данный продукт у меня это целая штука мы вот таких порола сколько стоит 5 6 евро 6 евро вот два вот таких ролла под копченая немножко рыба хороший перекус принцем ну такое луковый суп все ну ну Субтитры сделал DimaTorzok